Катастрофой для стройиндустрии обернулась приостановка ипотечной программы 7-20-25. Только в Караганде на сегодня на грани остановки строительства 45 многоквартирных жилых комплексов. Но и в тех, что строится, граждане не могут купить жилье. Сегодня в стране практически нет работающих ипотечных госпрограмм. Почему, выясняла Людмила Вачкина. Многодетная мать Зенегуля Лубаева мечтала о двухкомнатной квартире. Много лет она снимает жилье. Надеждой была госпрограмма 7-20-25. В прошлом году Зенегуль вложила больше 11 миллионов тенге в квартиру в новостройке стоимостью 27 миллионов тенге. Оставшуюся сумму она надеялась получить по госпрограмме. Деньги выделяют раз в квартал, но ни разу получить их женщина не смогла. Каждый раз лимит, выделенный на область, был израсходован моментально. В назначенный день я зашла в программу. Не прошло и минуты, как программа сказала, что лимит исчерпан. После этого я пошла в компанию и написала заявление об отказе участия в программе 7-20-25. Но мне сказали, что мои деньги вернутся только после продажи дома. Сколько еще ждать? Сейчас у меня ни денег, ни жилья. Что нам сейчас, хорошо? Запуск госпрограммы 7-20-25 подтолкнул в Казахстане жилищное строительство. Однако сейчас и застройщики попали в безвыходное положение. Казахстанцы не могут получить деньги по госпрограмме, своих средств у них тоже не хватает. И в итоге предприниматели не могут продать квартиры в построенных домах и вернуть взятые кредиты. Спрос на жилье новое значительно снизился из-за того, что программу ипотечного кредитования закрыли. И многие застройщики сейчас испытывают проблемы, потому что спрос снизился. И, соответственно, новое жилье не продается. И деньги брать некуда. Денег действительно стало меньше, потому что ввели как лимитирование. Раньше как такого лимитов не было. Если раньше, мы тоже анализ проводили, в среднем где-то около 500-600 заявок было одобрено в течение года, например, 19-20 годах, ежегодно где-то порядка 500-600, то сейчас, соответственно, темпы падают. Всего по стране, по данным Нацбанка, ипотеку под 7% смогли получить в апреле 675 казахстанцев в марте 200. Причем большую часть оформили жители Астаны, Алматы и Шимкента. Тем не менее, программу 7-20-25 нужно продолжать, считают в правительстве. Нет, я не думаю, что этого достаточно. На 600 миллиардов сейчас получаем запросы от граждан. Именно поэтому сейчас выделяются деньги в размере 100 миллиардов тенге. Возможности бюджета не безграничны. Деньги распределяются в соответствии с возможностями бюджета. В крупных городах люди не могут найти жилье, чтобы уложиться в те 20-25 миллионов тенге, предоставляемые по госпрограмме. Крагандинские общественники считают ее малоэффективной. Только в Крагандинской области на сегодня в жилье нуждаются больше 36 тысяч человек, а сдано будет к концу года в лучшем случае 3000 квартир. Да и остальное жилье давно пора обновлять, так как оно начинает ветшать. Людмила Батюшкина, Данил Заславский, 5 канал.